Шуня вместе с двумя сёстрами поступила в приют в этом году. Кошки жили у пожилой бабушки. Несмотря на то, что содержались они в плохих условиях, сестрёнки не потеряли веру в людей. В мурдоме их окружили заботой и лаской, которую теперь Шуня безгранично дарит в ответ. Ласкает и облизывает человека без конца. Вот самая такая любвеобильная – это у нас Шуня. Мы её любим до безумия, она любит вас всех. Она подойдёт в любую семью, она очень спокойная. Хоть она и молоденькая, ей нет и года, но она до такой степени спокойная. Так что подойдёт в семью без детей, бабушки, женщине такой спокойной. В мурдом Шуня поступила в плачевном состоянии. Шерсть росла клочками, взгляд был поникшим. Сейчас малышку регулярно вычесывают, дают витамины. Вели вонку волонтёры нашли в ноябре на улице с тремя взрослыми котами, которые не отличались мирным нравом. Их хастрировали, а рыжего подростка взяли на воспитание. Кот очень спокойный, очень нежный. Единственное «но» – он плохо уживается с другими питомцами. Он сам не агрессирует, но своё место он не отдаст никому. Подойдёт тоже в семью, но он тоже очень спокойный. Не прыгает так, не бегает, как вот. Бывают такие вот суперактивные коты. Вот у нас юный волонтёр называет его Вилли с грустными глазами. Зеленоглазое чудо. Рыжее чудо. Есть примета, что если в доме появился рыжий кот, жди большого счастья. Можно не терять время, а подарить его одному из питомцев приюта Мурдом. Забрать пушистого друга можно по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Вопросы по телефону. Плюс 7, 908-762-09-51. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.